Длинные очереди, неудобное место расположения, недостаточное освещение, главные проблемы, на которые жалуются студенты. Пути решения обсудили сегодня на встрече инициативной группы учащихся, представителей Общероссийского народного фронта и врачей Центральной городской больницы Ярославля. Первая поликлиника располагается в бывшей усадьбе Пастухова. Здание является объектом культурного наследия. Провести реконструкцию, чтобы помещение отвечало стандартам новой модели поликлиники, невозможно. Но сейчас идет подготовка других учреждений для перераспределения пациентов. ОНФ просто обязан вникать во все острые вопросы, которые возникают среди жителей нашей области. Мы, естественно, выслушиваем обе стороны – пациентов, врачей и организаторов здравоохранения. Главные проблемы выявили с помощью анкетирования. Студентам предлагали пройти онлайн-тестирование, рассказать, что их не устраивает и за какими медицинскими услугами они обращаются чаще. Опрос провели прямо в поликлинике. Студенты очень часто говорят о том, что им неудобно добираться до поликлиники. К тому же, когда человеку достаточно плохо проживает в общежитии, например, Ярославского государственного технического университета, ему достаточно сложно и проблематично добраться до молодежной поликлиники. И ему гораздо было бы проще, если бы он был приписан к какой-то местной, ближайшей поликлинике. Понятия молодежной поликлиники не существуют в Ярославской области. Поэтому каждый гражданин, студент это или человек любого возраста имеет право прикрепиться к медицинской организации. В ту медицинскую организацию, где он прикрепился, он и будет обращаться за медицинской помощью. Продолжение следует...